Камчатка славится своей уникальной природной красотой, но, к сожалению, далеко не всем жителям нашего полуострова удается посетить отдаленные туристические маршруты. Но у некоторой категории граждан все-таки появилась такая возможность благодаря программе социальных туров, которая реализуется сейчас на Камчатке. В рамках этой программы бесплатные экскурсии организуют для талантливой молодежи, победителей различных конкурсов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов Великой Отечественной войны. Также в этом году Камчатка стала доступней и для медиков, которые принимали участие в борьбе с COVID-19. Так как возраст и подготовка туристов разные, турфирмы специально для социальных экскурсий подготавливают такие маршруты, чтобы их мог одолеть каждый человек. Социальные туры строятся по принципу, чтобы люди смогли дойти до точки, увидеть эту красоту, и чтобы не было никаких нагрузок. Перегрузок это не нужно. Неподготовленный человек может зайти и посмотреть эту всю красоту. Мы стараемся всех поднять, чтобы люди увидели, какая красота есть на Камчатке. И чтобы были довольны этой всей поездкой. Из-за пандемии турфирмы «Полуострова» почти сезон просидели без дела. И чтобы их поддержать, правительство края увеличило финансирование социальных туров на 10 миллионов рублей. И общая сумма составляет более 14 миллионов. В этом году у нас субсидию получили 22 туроператора на реализацию различных туристических программ по территории Камчатского края. Здесь и вертолетные экскурсии в долину Гейзеров и на Курильское озеро. Это морские прогулки до Уск-Тарво-Старичков и Бухтуруска. Это много автомобильно-пешеходных экскурсий к различным нашим туристическим объектам. Мавачинский, Мутновский, Вилючинский вулкан и многие другие направления. Благодаря этой мере поддержки почти в три раза увеличилось количество людей, которые посещают экскурсии в рамках соцтуров. Если в прошлые годы таким способом по Камчатке путешествовали около 700 человек, то в этом году почти 2500. В связи с тем, что туры начали реализовываться довольно-таки поздно, это уже ближе к вторая половине июля, в связи с снятием ограничений по ковиду, количество участников, тем не менее, уже превысило более 1000 человек. Мы надеемся, что до конца ноября у нас остальная часть участников сможет также пройти экскурсии. Один из популярных маршрутов – это Мутновский вулкан. Восхождение на него считается одним из самых легких, поэтому его не обошли стороной при составлении социальных туров. Дорога до подножия вулкана – не подарок, и проехать туда можно на специально оборудованном для этого транспорте. Понятно, что такое есть далеко не у всех, поэтому для людей, которым удается посмотреть подобные красоты Камчатки в рамках соцтуров, такие поездки – настоящий подарок. Я любитель активного образа отдыха, стараюсь везде быть, где я еще не был. И я-то шел сюда с учетом того, что разведаю дорогу, и потом вместе с семьей. Но, увы, по такой дороге с семьей я сюда уже не попаду на своей машине. Вот моя цель была такая. Ну а так понятно, что я очень доволен, очень доволен и переполняет меня. Особенно вот эти подъемы, спуски – это прям дух захватывает хорошо. Это очень хорошая акция. И если она в дальнейшем будет продолжаться, это будет хорошо. Потому что и многие хотят тоже попасть на такие туры. Восхождение, оно вообще терпимо. Бывало и сложнее в каких-то моментах, но можно. Немножко грязновато, скользко, особенно обратно, когда спускаешься, страшно. Но терпимо. Все равно эмоции переполняет. Особенно, когда ты возле фумарол стоишь, понимаешь масштабы того, что происходит на Камчатке с точки зрения природы. Выезд на природу, тем более на камчатскую природу, очень редко это получается. Тяжело выбираться, особенно, когда нет своего собственного транспортного средства. Поэтому любой возможности всегда рада. Социальные туры проводятся на Камчатке с 2010 года. На их реализацию из бюджета края ежегодно выделяется субсидия, которая распределяется среди различных турагентств для проведения бесплатных экскурсий.